Для проведения агротехнических мероприятий по повышению плодородия, почвы и урожайности на хлопковых полях землепользователям в 13 районах предоставляется субсидия в размере 1 млн сумм на каждый гектар. Для её получения землепользователи должны подать в районы отдела сельского хозяйства заявку через информационную систему агросубсидия до 25 июля 2022 года. Отдел сельского хозяйства на основании заявок до 1 августа 2022 года предоставляет в региональные хакимиаты список, содержащий сведения о наименовании землепользователей, их адресах, площадях хлопковых полей. Хакимиаты до 5 августа 2022 года утверждают список землепользователей. Отдел сельского хозяйства до 10 августа 2022 года уведомляет землепользователей об их включении в список, либо об отказе в этом. Землепользователи, включенные в список до 5 сентября 2022 года, обращаются в Министерство сельского хозяйства с заявлением о выделении субсидий через информационную систему агросубсидия. Минисельхоз обобщает список и предоставляет его в Министерство финансов и Государственный комитет по статистике до 20 сентября 2022 года. Министерство финансов в соответствии со списком перечисляет первые 70% субсидий на счета организации до 1 октября 2022 года. Следующим образом, 60% землепользователи, 6% научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, 4% научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии. Государственный комитет по статистике до 25 ноября 2023 года подготавливает и представляет Министерство финансов данные землепользователей по урожайности хлопчатников в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Министерство финансов согласно этим данным в случае увеличения урожая хлопка на 15% и более по сравнению с предыдущим годом перечисляет оставшиеся 30% субсидий на счета землепользователей до 20 декабря 2023 года. Временное положение действует до 1 января 2024 года.